Всем неуверенным в себе подросткам посвящается. А почему? Да все просто. Это история про переходный возраст. Новинка от Кристины Лорен. Хотя вообще говоря, это два человека. Кристина Хоббс и Лорен Биллингс. На двоих один псевдоним. Как и на двоих героев этой книги, одна задача. Выпускникам школы нужно написать роман за 4 месяца. Сочинять его придется лучшим друзьям, парню и девушке. Но задание оказывается сложнее, чем предполагалось. Мы же с вами помним, это подростки. А значит, как обычно, все дело во влюбленности. Но вот в обычной ли? Говорят, эта история вдохновляющая и трогательная. Почитайте на досуге эту новиночку. Джим Квик знает, как мне получить максимум от того, что я человек. Так сказал Уилл Смит об авторе этой книги. Так вот теперь тренер по нейродисциплине и развитию мозга готов делиться со всеми. Здесь про самосовершенствование, но только не надуманное и абстрактное, а вполне конкретное, с примерами, советами и реальными практиками. Попробуйте окунуться в безграничье самого себя. Давайте представим ситуацию. Взяли вы книгу, уселись покомфортнее и стали читать. И вдруг вам начинает казаться, что вы уже не в своей комнате, а натурально идете рядом с героем книги. Такое реалистичное приключение вам гарантировано на страницах этой классики. История, конца которой нет. Самая известная работа немецкого писателя Михаэля Энде. Для детей? Да, для взрослых тоже. Это книга о путешествии 11-летнего парня в необычную страну. Ну а началось у него так же, как у вас, с книги. Парнишку не любили в классе и постоянно гнобили. Но он очень любил читать. И однажды прямо украл из книжного магазина в красивом переплете историю, конца которой нет. Это такая итерация для читателя. Ну а на сколько ходов в чтение удастся погрузиться вам, решайте и решайтесь сами. За предоставленную литературу благодарю сеть книжных магазинов «Читай город». Парнишку не любили в правом respectable daar Took